друзья приветствую денис из курска эти курск прислал посылку протекла она немножко сейчас я вскрою посмотрю в ком состоянии образцы покажу вам вот в посылке образцы трех разных масел сейчас покажу какие так это у нас значит shell helix ультра racing 1060 описание автомобиля условия эксплуатации ну все какой тюнинг так далее значит экстрим а это равенол и экстрим равенол тоже гоночная 550 и extreme amg vr2 данное видео будет про shell helix ультра естественно болванка подготовлена сейчас необходимо обновить спектрограмму посмотреть вот такая спектрограмма есть такие небольшие ступенечки давайте по покажу вам по поближе вы старых областях но примерно 10 то есть если вот так по аналогии с мобилом где-то 22 процента эстеров добавлено на мой взгляд так выбираю данное масло после обновления спектра необходимо подкорректировать данные они смещаются после обновления пересчитывает прибор уровни так лимиты по каким параметрам ну и давайте посмотрим смотрите противоизносные присут присадки относительно к строла 030 117 процентов то есть здесь побольше насыпано противоизносных пресса что и объяснимо ну и тем не менее еще и добавлены эстеры как не знаю дополнительная защита вот смотрите гликоля нет сажи здесь отрицательное значение сейчас выведу в ноль ну и вот интересный момент данных по этому маслу не было нигде не нашел ни по щелочному не по кислотному ну и посмотрите что намерил прибор я даже не стал данные трогать 181 кислотная и 10 6 щелочное очень похоже на правду в общем то такие типичные показатели для масла полнозольного а3 b4 вот sncf допуск ferrari ну вот видите но и давайте к образцу отработки перейдем это honda цирик хэтчбэк четвертого поколения двух литровый бензиновый мотор b20b 165 сил пробег на масле мотор контрактный примерно 150 тысяч километров мотора пробег и протор пробег масла тысячу километров используется в трех днях постоянно максимально используется потенциал мотора так и посмотрите по присадкам 78 процентов гликоля нет нитрования было 21 стала 9 и 9 нарастает неправильная смесь ну вот первое что можно сказать смесь неправильная так выхлоп нестандартный кислотная подрастает по чуть-чуть 06 и на 16 понизилась щелочное смотрите много сажи три сотых процента для 1000 километров я считаю очень много сейчас я покажу вам сравнение вязкости свежего и отработки масло 21 года слита в декабре так добавляю отработки не тут интересное окажется наблюдение так давайте посмотрим да видно уже что разжижение нарастает и она для такого пробега маленького получается это на 333 моточаса но посмотрите практически на я бы сказал на где-то около 60 процентов от максимального сработан вязкость то есть это масло не протянет там я не знаю и двух тысяч километров да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик если не хотите пропустить новые видео ну и вот по вязкости конечно масло капитально завалено давайте значит посмотрим какой ресурс получился ну если не брать в расчет вязкость то данного масла хватило бы на 4000 километров моточасы я не стал ставить потому что ну как то так все таки в эксплуатации такая специфическая вот но я хочу сказать что здесь однозначно очень много топлива в масле учитывая то что сажа и нитрование нарастает очень очень сильно на тысячу километров 8 единиц уже то есть это примерно там две с половиной это уже будет желтеньким загорится поэтому я считаю что смесь здесь накручена неправильно очень забогачена скорее всего да кстати denis сам занимается настройкой автомобиля вот мы с ним этот момент обсудили посмотрит смесь здесь однозначно надо что-то настраивать до настраивать как смесь убирать топливо тем более это не turbo вот риски не такие высокие ну как вы знаете топливо охлаждает мотор и особенно это критично на турбомоторах если не не охлаждать бывали случаи даже я вот видел лично фотографии когда поршни оплавлялись то есть недостаточно топлива на впрыске она не охлаждает камеру сгорания вот температура растет и оттуда много неприятностей в данном случае здесь тоже перекрутили мне не знаю может быть перестраховались но очень много топлива и попадает масло вот сажа плохо горит она видимо большой объем смесь неправильно поэтому не догорает поэтому сажи много вот естественно это я думаю что влияет и на мощность такое такое заливание понижает ее все таки самая эффективная мощность на на правильной смеси даже чуть забедненный я слышал не знаю как конечно они сами и не сам настройщик поэтому ему лучше это известно вот и понятно что понятно что непоказательный это результат для данного масла я думаю что масло способна на на больше но вот к сожалению так благодарю дениса за предоставленные образцы желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока